И сам занимаюсь настройкой программы на установку и обеспечения. И с релезными компьютерами, как индивидуальными воспринимателем, в общем, прихожу подавать заявление в школу и вижу полный хаус в школе. А школа сельская, пока временно в теле живем. И задаю вопрос, а кто вообще занимается ответственным человеком в школе? И директор двигает немножко коментарно запечатать заявление. Вот, а она говорит, что ничего. А у вас какие функциональные системы стоят? Она говорит, что в Windows, какой у вас безобразный стоит, если вы ничего сделать не можете. Ну и я обморился про ВИН. Просто так я обморился в плане того, что, мол, слышали или не слышали, того же для учебного заведения. В общем, через неделю у нас интересовался предметный разговор. И я в виде эксперимента, по большому счету, из собственных соображений, предложил ей поставить школу под усерденные задачи. Да, 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 я слушаю. Вот, значит, но я поставил как? Включите Linux в режиме двойной системы, то есть Linux в Windows. То есть, естественно, я поставил Windows, смотри, Windows более корректный, неже, чем он там стоял. Вот, и сверху поставил Windows. То есть, при... ну и дал им возможность выбора. То есть, когда нужно, они заходят по гриндой, где все нормально работает, ну, непривычно. И когда нужно, они заходят по гриндой. Значит, потом где-то не... ну, не месяца, два у меня на это ушло. То есть, как мы говоря, в процессе, как оказался, безумный. Хотя компьютеров не много, что у одних компьютеров обычно есть в школу. Вот. А потом мне начали звонить директора из поседних школ, ну, потому что они заходят между собой, там, такие семинары и все-таки, и так далее. Вот. Пропрошу, я, как я, в школу, не помог им. В частности, в основе операционной системы более корректно, ну и в частности, в Linux. Какой Linux вы им ставили, Василий? Linux и Linux. 17.2, 18.1, там, какой? 17.2. Ну, золотую сборку. Ставили свою сборку или мою? Смотрите, я попробовал вашу, ну, скажем так, нормально все, но под свои задачи и под скольные я сделал свою. Ну, так она, конечно, должна отличаться, это же коню понятное. Вот. Но, опять же, я сделал, ну, большую часть, я сделал, что-то по инструкции, в плане ваших руках. То есть, какие-то очень, такие вещи я добавлял, на основном, это, там, рюшечки, всякие красивости, может быть. А так, в плане офиса, там, интернета, скайпа, вайна, в каком случае, я сделал, вот, опираясь в основном на ваших руках. То есть, все нормально, стабильно работает, но я столкнулся с определенными трудностями, и в силу, скажем так, вот этого эксперимента, который вроде как бы и положительный, вот, он немножко затянулся. То есть, у меня возникла такая коммерческая мысль. Вмедрение винов, в частности, образовательные учреждения в школы, плюс к тому, что я пообщался с местным предстоителем университета образования в городе Омске. То есть, как бы, добро-то дано, в принципе, ставьте вилет, вот. Но денег мы вам на это не дадим, то есть, ставьте вилет и вилет. Я, как бы, на уровне договоренности с директорами, я нашел, конечно, составляющий для себя, не директор. Например? Например, ну, короче, у них, если говорить о бюджете, то для районных школ и городских, им выделяется определенная сумма, примерно раз в год. Эта сумма выделяется на... ну, она такая условная, на нужды школы. То есть, директор, по-своему усмотрению, если таковое присутствует, он может использовать часть этой суммы на программной дисциплине. То есть, и отдельная, скажем так, не статья, но пункт, такой и директор. То есть, если директор считает нужным купить, допустим, антивирусную или какую-то программу или операционную систему, он может взять деньги отсюда писать, потому что эта сумма выделена раз в год, в которой выезжаете университет. Но эта сумма, она такая подзащитная, и, в принципе, обычно она расходуется на соцмузык. Но, как бы, вот директоров, они прямо, ну, скажем так, вне возможности данного расходного пункта, они готовы выделять, ну, мне, как обязательного предпринимателя, не столько за директор, естественно, бесплату, сколько за оказываемую услугу, за поддержку, то есть, за рабочую, официальность. То есть, и это меня устраивает действительно больше. А вторая, в этом высоковладельце, это, ну, как сказать, такая реклама, что можно вызывать. То есть, я директору говорю, ну, хорошо, у вас денег нет, давайте так, что я вам докладываю я. Вы даете мне доступ, что уже вырек в школе. Пока я тоже делаю правильный компьютер, вы среди тех коллектива, где, скажем так, не классно, у меня есть информацию, а то, что появится мой столик, который ставит, ну, в другую причемную систему, пожалуйста, если что, обращайтесь с ними. В каком плане? Ваник установки, как и минус потери, а для меня это динамик плюс, если кто-то там ломает, то это потенциально отгрейд, замена, либо под помощь в покупке программного дисплея. Ну, или там, какого-то динамик. Василий, я сейчас был с вами на связи и параллельно там помогал по Тим Юру, там, одному пользователю из России. Сейчас он, вроде бы, будет перезагружаться, поэтому можете попробовать снова включить изображение на видеокамеры. Может быть, я смогу видеть вас. Значит, абсолютно нормальная и здравая идея. Почему? Я вам объясню, что если вы возьмете в поисковой строке, там, или в гугле, или там в яндексе, и заведете просто-напросто, даже по-русски, список стран, или список правительственных учреждений стран, которые работают или перешли на Линукс. И вы будете очень и очень удивлены. Вся стран, которые перешли на Линукс и которые используют Линукс в своих правительственных учреждениях, во-первых, находится Россия, во-первых, все фискальные службы, служба разведки и так далее, налоговая Америка, Англия. В Англии, я сам живу в Англии, в Англии еще лет пять назад, я помню, нашел статью, где было прямиком написано, как говорится, английским языком, на английском языке, что правительство Великобритании переводит все свои правительственные учреждения на Линукс. Почему? Да потому что это дешевле, и не нужно платить в карман дядюшке Сэму. Это да. То есть, Ваша экономическая составляющая, она практически как раз и совпадает с Вашими стремлениями. Дальше. Составляющая номер два. Значит, Вы приобщаете, как говорится, молодых людей, которые там учатся, которые, может быть, и слыхом не слыхивали об этом, значит, Вы просто-напросто, что делаете? Вы просто-напросто берете, сейчас я человеку отвечу, да ничего, ничего. Значит, Василий, вот в чем дело. Когда человек идет в магазин и хочет купить себе какой-нибудь компьютер, у него выбора-то нет. Ему предлагают компьютер, на который уже установлена Винда или Макинтош. То есть, нет такого многообразия, как, допустим, в среде автомобилей. А вот я хочу купить, допустим, автомобиль там Волга, или хочу купить там Газик, или хочу купить Ладу, или там, или Ниву, или черти знает что. Но у человека есть выбор, он может выбрать, по крайней мере, тот автомобиль, который ему хочется. А дальше уже в процессе там использования появляется там у человека определенные навыки, он начинает разбираться, и он выбирает для себя то, что ему нравится. А здесь, в силу того, что Microsoft их называют еще мелко мягкими, они захватили рынок, создали мощную, значит, компанию, очень у них много вкладчиков, естественно, каждый заинтересован в прибыли. И практически, ну-ка скажите мне, в каком из магазинов вы сможете приобрести компьютер, любой, лаптоп или десктоп, на который установлена система Linux? Вы где-нибудь это видели? Вот, кстати, по этому поводу, в Лонске сейчас уже, уже есть установлены Linux при продажном ноутбуке. Но он такой ситуативный, то есть очень есть. Ну, по крайней мере, я хочу снять шляпу перед этими людьми, которые, как говорится, не побоялись рискнуть. Вот. Вот такой факт есть. То есть не можно, но появляется. Это DNS, это онлайн, ну, это Linux, то есть опыт есть. Я, кстати, когда спрашивал, говорю, а шашины, они говорят, ну, как-то, дешевле и прочее. То есть, в законодательном плане, я не знаю, как там по магазину они проводят вот эти моменты, но сейчас, вот, кстати, есть вариант еще и под ДОСом, то есть безоперационной системы. Ну, ну, десятку все продаются, то есть под Windows, ну, десятка, понятно, она сейчас и здесь стоит, предустановленная. Ну, так и что, ну, она шпионит, безбожная, в ней масса всякого шпионского программного оборудования, причем Китай в свое время закупил у Microsoft версию для Китая, ну, какую? Было специальное секретное соглашение, в котором, значит, Microsoft сделала им Windows, по-моему, десятку, но сделала она ее, скажем так, с черным входом, чтобы правительство могло наблюдать за своими, как говорится, гражданами. А потом это распространение, распространилось по всему миру, и теперь каждый, кажется, шпионит за каждым, кому не лень. Но это у кого есть пристрастие к таким вещам. Вот. Ну, а в Linux гораздо проще, как говорится, вряд ли кто к тебе влезет, потому что и защита хорошая, антивирусного практически программного обеспечения никакого не нужно, потому что, ну, работает нормально все, да и все. Алло! Так вот, для вас составляющая хорошая, во-первых, помогать, как говорится, школьникам. Вторая хорошая составляющая, можете просто, значит, сотрудничать с установкой, допустим, хороших нормальных сборок Linux под конкретные цели, под школы, под учреждения и так далее. То есть, в зависимости от того, какие кому нужны потребности. Целью же моего, как говорится, канала и моего сайта, вы сами понимаете, просто приобщить русскоговорящих людей к Linux, показать им, что это несложно, что каждый нормальный человек в любом возрасте, у меня пользователи есть и по 70, и по 80 лет, которые самостоятельно взяли себе и поставили Linux, и, как говорится, и живут себе припевающе. Представляете, люди, которым по 70, по 80 лет, нормальненько все, в здравом уме и памяти, по моим, как говорится, видеоурокам, спокойненько в себе все это дело могут сделать. Ну, где-нибудь такое вы еще видели? Нет. Ну, вот. У меня даже есть специальные там парочка видеороликов я брал интервью, пользователя, я аж не помню, там ему или 77 лет, там или, ну, короче, человек весьма преклонного возраста, вот. Другой из Одессы тоже, по-моему, вот ему 77 лет, ну, умница, мужчина, просто умничка. Он вначале держал винду, потом начал ставить там мои сборки, теперь он у меня главный проверяльщик моих сборок. Он, как увидит, новенькое, что-нибудь я выкинул, это самое, обозрение, он берет тут же сборочку, скачивает, и мне, как говорится, сообщает Валентиныч, вот это работает нормально, это, допустим, вот там какие-то там были проблемы и так далее. Ну, дело в том, что, понимаете как, у людей снимается страх перед творчеством. То есть, каждый может поднастроить под себя свою операционную систему, во-первых, выбрать ее, выбрать рабочий стол, в зависимости от того, какое у него железо там старое, новое, или, скажем так, средней руки, опять-таки, под него подобрать рабочий стол. Тут же масса возможностей. Ну, а про окружение рабочего стола там и свои настройки я вообще не говорю. То есть, каждый составляет там список программ и так далее. Я же просто учу, как устанавливать или настраивать там те или иные программы, помогая там с установкой перенастройки и той или иной операционной системы, там показывая ее нюансы. Вот. А, ну, представьте, ну, ну, что, ну, пришли школьники, да, они в жизни об этом не слышали. Естественно, такие вот вещи. Я за всем справляться тоже не могу, но, тем не менее, пожалуйста, вот, вы знаете, где есть мой канал, где есть мой сайт, можете людям, как говорится, давать, по-моему, все, по-моему, в наукском языке. все ссылки, прежде всего, это ссылка на сайт, на канал, и все ваши видео, ну, по которым я занимался, я лично им сразу копирую на доступ к лицу, чтобы они искать, ну, не тратить время, сервое время. Потом, естественно, они могут при желании зайти и искать, но, в обязательном порядке, я уже отдаю готовое ваше видео, счастливое, то есть, и плюс внимание к самому сайту, что человек делает, есть команда, как же можно смотреть, обслеживать и форум до нас всего три человека. Один, значит, человек, он пенсионер, он живет в Украине, он является администратором веб-сайта. Чудесный человек, участник ликвидации аварии в Чернобыле, не очень, скажем, крепкого здоровья, но, тем не менее, как говорится, вот, взялся за это дело, за именно администрацию веб-сайта. То есть, он полностью отслеживает там, безопасность, там, ну, все эти там изменения и так далее. Другой человек из России, из Сургута, тоже Сергей, он является администратором на сайте, значит, ой, господи, на форуме. Ну, присматривает, чтобы люди друг другу не хамили и не матерились, и, там, не заносились. Ну, чтобы все было, так сказать, по-деловому. Есть вопрос, есть ответ, пожалуйста. А если есть там вопрос, начинает кто-то там эту губу закатив и там выпячивать свое я, да ты, да сё, ну, он таких просто-напросто убирает. Вот. А я сделаю видеоролики. Вот, очень простая команда. Но задача была простая, сделать сайт для русскоязычных людей. Ничего подобного нигде в мире в мире не видел. Ну, тогда напоминаю. Вот. ну... Алексей, извините, то есть, вот, я взял на основу три сайта. Ваш, как основной, потому что... Компизомания, очень хороший сайт. Да. А человек, который этот сайт держит, насколько я понимаю, проживает в Испании. Испании. Вот. И еще и сайт linuxinfo.org, по-моему. Да. То есть, он такой, в основном, информативный, но он мне тоже понравился. То есть, это и сайта ватка, динаманя и linuxinfo.org. По-моему, так. Не память не изменяет. Вот. Это... Алексей, я, собственно... У меня от вас нужна консультация была. То есть, какого рода? Я по-большому чувствую, скажем так, столкнулся с рядом проблем, которые... Ну... То есть, я посчитал в интернете, посмотрел по формам и понял, что, не обладая определенным опытом и знаний, то есть, в данном случае нужна хотя бы основная точка ориентир. То есть, с чем я столкнулся? Да, все трудно. То есть, учителя там довольны, особенно, когда они все стональные сроки снимаются, написали, там, вносится. Вот. В офисе проблем нет, мультимедии проблем нет, ну, среди ними нет. Ну, в офисе вы им показали, как можно сохранять документы в форматах винворда, док, док-цx, xlx, 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 Но, я с вами встречал с реальными проблемами. Это проблема старой серифилии, то есть, старых принтеров и сканеров. То есть, дрова подвинут на старые принтеры и сканеры, которые, вот, скажем, после 2012 года, либо их очень тяжело найти в интернете, либо их приходится, я не знаю, черт, где искать. Ну, короткие проблемы. Проблема с дровами, серьезная проблема, в том плане, что подвинут, естественно, дрова есть, а подвинут, на старых вестих принтеров сканеров, которые подвинут работают прекрасно, подвинут я не могу их найти, либо, если то, что я нахожу, я везу голову, ломаю, скачу, то есть, начиная с 2012 года, подвинут все-таки стали нормальные дрова делать, а до этого дрова были очень маленькие, как говорится, или их не хватало. Ну, да, то есть, если, допустим, покупает там кружку, я не знаю, там последние двух-трех лет давности, ее линус подступляется в проблеме. Линус есть в дрованной социальном сайте производительности, я расскажу и все отлично. Вот, а если больше трех-четырех лет назад, ну, все, это проблема. То есть, и в этом плане я вот, какая практика, в общем, я две школы вывел на линус, на линус семинар с каждого на море по окружению рабочего стола, и в конце как бы достигнуть я делал семинар. Первый семинар вообще знакомительный, второй семинар такой общий. Сейчас, подождите, вот у меня что-то такое пытается обновиться. О, все нормально. Василий, значит, в любом деле, нужна хорошая реклама, а вам это будет особенно полезно. Почему? Потому что вам рекламу дают из Англии, из Ливерпуля. Во-первых, вы уже допустим знаете мой сайт, знаете мои сборки сколько уже? Год или два, да? Полтора года. Ну, полтора года. то есть я могу сказать, что вы, например, опытный пользователь, который уже именно пользователь не сетевик, не программист, ничего, а просто-напросто нормальный, грамотный пользователь системы Linux. Правильно? Да. Вот. Теперь дальше. Вы, как говорится, не как курица под себя только гребете, а вы стараетесь поделиться с людьми, рассказать об этом делом школьникам, учителям. А почему бы нет? Дело-то доброе. Ну, и коммерчески выгодно для меня. Ну, а почему человек должен забывать о коммерческом интересе, если он делает дело? Меня тут один недавно пользователь наткнул на одну интересную идею. Допустим, возникло в процессе общения, что, допустим, я составлю специальную программу и буду выдавать дипломы на двух языках, на русском и на английском. Даже человек не знает английского, но если, как говорится, он прошел эту программу, то у него будет сертификат, что он пользователь опытный Linux, что знает такие-то разделы и спокойно может с этим делом работать, делиться, как говорится, с людьми опытом и так далее. Многие, допустим, и школьники захотели бы это дело поиметь, и вы. Все это шло бы под эгидой, допустим, сайта моего, моих, как говорится, коллег и вас в том числе, и наши подписи везде бы там стояли, но нужно будет поработать, создать хорошую программу, а почему бы и нет? Ведь если человек умеет, допустим, грамотно сделать разметку жесткого диска, сможет загрузить, допустим, любой из образ к себе на любую операционную систему, на любой операционной системе сможет его проверить, записать на флешку, с флешки установить на жесткий диск, на жестком диске настроить по своему желанию, так это уже получается грамотный, нормальный пользователь системы Linux. Я прав? Ну, так и полно. Да. Вот вам еще, как говорится, одно коммерческое приложение, которое уже будет выводить вас, скажем так, не на местечковый уровень, а немножечко повыше, и вы будете как говорится, членом нашей команды, потому что вы сделали очень замечательный задел. Ну, вы поймите, ну, человек всегда имеет возможность сравнить. Кто-то работал на Windows долгие годы, потом вот перешел на Linux, тут, кому-то что-то там понравилось, кому-то нет, а вот кому-то надо, чтобы Adobe Photoshop там работал, CorelDRAW. Алло? Человеку надо, чтобы, ну, какие-то программы у него работали. Я, допустим, не сторонник того, что брать и вытеснять Windows отовсюду. Нет. Есть специфические программы, которые хорошо работают только под Windows. Ну, таких программ очень мало. и уж если кто-то там занимается этим делом очень серьезно, ну, он может себе приобрести лицензионную Windows, лицензионную программу, но не работать, а большинство-то 95-98% пользователей. Побродить по интернету раз дальше, поискать там какую-то информацию, скачать какой-то файл, скачать какой-то торрент-файл, скачать видеофайл с трубы, иметь программу для просмотра видеороликов, программу для записи с экрана, редактирования там видеороликов, редактирования аудиороликов. То есть, ну, вот самые такие простейшие задачи, с которыми Linux вполне справляется свободно, бесплатно. Да, да. И причем у Linux ведь очень большие преимущества, ведь, вот смотрите, сами же вы сказали, что вы, учителя, записали многим рабочую систему Linux на флешки, и они прямо с флешки могут работать на этих Linux как на полноценной операционной системе. А вот. Ну, вот, Алексей, секунду. Тут, если вы знаете, пока, как сказать, я все равно помню, но... Ну, я слушаю. Ставлю пару слов. То есть, они увидели всю Linux это круто, я им это показал. Но вот, вот эти два момента, которые возникли, это, это периферия, потому что в основном старые стринтеры с камерами, нового мало. Так. Оно есть, но его мало. И вот, в частности, на презентации, когда я делал, завершающие такой обзорной обзорной лекции у вас по Linux, я говорил открытым, да, в Linux данном подшкольном обзорном есть два Linux. Первый это периферия, потому что, ну, проблема есть, как ее решить, я не знаю. Подскажу. Значит, в любой школе имеется, как правило, не один компьютер. хоть более или менее нормальный компьютер и любой более или менее нормальный принтер. Делается сеть, и все распечатки идут по сети, даже со старых компьютеров, но есть возможность сделать распечатки централизованно. Вот. Или школа тратится всего лишь на один нормальный принтер, но на который смогут выходить пользователи и делать свои распечатки. Это вот единственное решение, которое я вижу, потому что каждому не подгонишь, это будет гораздо дороже. Понимаю. И вот, Алексей, извиняйся, все, понял, спасибо. Мы сейчас к этому еще вернемся чуть попозже. Я не знаю. И второй момент, который прям вот тоже я в случае отнесу, не знаю, весь интернет перешерстил, но опять же проблемы решения не нашел. То есть у них есть, в каждой школе есть специальные обучающие, обучающие. Это спецпрограммы по определенным урокам, математическим там. Для первого класса, для пятого, шестого, по диалогу, по математике. И они работают только подниму. То есть я... с какого перепуга? А что, на Linux, извините, меня нельзя сделать... запустить диск с обучающей программой? Вот, Алексей, секунду. Значит, программа, программа, она, ну, пусковой успех в росте Linux в росте. То есть она запускается в среде Linux. В среде Linux, как бы я не адаптировал вайн, и как бы я там не копалка в том, как можно строить, либо сертифактивный запуск идет, и потом программа не работает, либо вообще не включается, либо как курс, библиотеку я где-то пропустил там, DLL-овку, и все. То есть в этом плане таких программ очень много обучающих на диски, которые под виндой работают с проблем, я так понял, они, ну, короче, получается, либо вопрос адаптации вайн под вот эти программы, либо, ну, либо я не знаю, что делать. Либо второй вариант делается. Я с таким делом не сталкивался, но технически эта проблема, я думаю, что как два пальца об асфальт решаема. Ну, хорошо, если так, в том числе я, у меня то опыта в этих моментах нет, я вот посмотрел, посмотрел, думаю, надо, но не сам, потому что я не понимаю, что это делать. Но сейчас хотя бы вы обозначили что знаете, в таком направлении выиграть. вы понимаете, мы когда начинали делать наш сайт, ну, я вам сказал, что вот нас изначально вот три человека, так? Причем общаемся мы, я вам скажу, что если там раз там в две-три недели, это хорошо. То есть, каждый знает вот свою, как говорится, работу и делает ее. когда что-то там по мере накапливается, ну, мы общаемся по скайпу, пишем по e-mail друг друга. В основном, вроде бы, работа идет тихо, незаметно, люди, как говорится, на форуме общаются, частенько звонят, спрашивают. И со временем у меня, я вам скажу, что где-то месяц-два назад я что-то полез посмотреть, сколько же у меня было просмотров на сайте, а оказалось, что уже больше миллиона. Значит, о чем это говорит? О том, что все-таки я-то никогда не ожидал, что из моего простого увлечения может родиться вот такое полезное начинание. У меня женщины по 82 года спокойно уже по нескольку лет работают на Linux, все говорят, да мы на Linux, да не хотим. Да, кстати, извиняюсь, что в этом плане у меня тут друга, ну, как бы, у него слайма что-то, у него ноутбук, у нас у каждого у меня, у каждого ребенка есть два мальчика по ноутбуку, у меня ноутбука два и у жены два. Короче, раньше стояла линда. После того, как я вот заинтересовался вашими локонями, я везде поставил Linux и сказал, так, все, про Windows забыли, начинаем открывать новую трансформу систему. Жена у меня последние, ну, вот это, полтора года, она спокойно работает, через проблем. Ну, под свои задачи, естественно, но это не менее. я в этом плане тоже применяю. Я говорю, оказывается, женщине тоже адаптироваться к чарту, к чарту, к чарту. Да ничего подобного. Я же говорю, что это не зависит ни от пола, ни от возраста, ни от чего, это зависит просто от интереса. У меня есть одна женщина, Алла, из кривого рога. Ну, я, так сказать, не стану говорить о возрасте, но видно, что человек, она, скажем так, ну, пожилой. Ну, тем не менее, большая умница. Я по скайпу, по темьюеру помогал настроить сборочку. У нее очень старенький компьютер, 32-битный. Тем не менее, значит, поднастроились, сделали, а потом, значит, это, мадам, губку закатила и мне говорит, так, Валентинович, а я вот хочу линус, лайт попробовать, вот это ты. И сама стала все делать. То есть, просто-напросто, вот, по урокам, на сайте, как говорится, человек, теперь спокойно, как говорится, как рыба в воде, ориентируется на моем сайте, значит, ориентируется в этой всей информации, и она, как говорится, вытворяет все, что душеньки угодно. Есть у меня еще один пользователь Алексея, он мне недавно там такой каламбур написал, там, как он в коночках, там, через виджеты, там, решил поменять, там, фон, и тому, и такое, и прочее, ну, 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 короче, я ему написал, говорю, Алексей, ты, говорю, из простого пользователя превращаешься в опытного юзверя, юзер, пользователь, а зверь, зверь, ну, он написал бы мне, ну, твой бы ответ и в рамочку, то есть, понимаете, пропадает страх, люди начинают творчески подходить к делу. Вот это, согласен, вот, извиняюсь, что я перевиваю, в этом плане я вот религиционно сдамбил всем учителя на учениках одну простую вещь, и они, в конце концов, вот, как мне показалось, они поняли, что дает возможность конструировать конструктор и можешь сделать все-таки нам по-своей задачи, никому-то ничего не должен, то есть, и многих это прям реально инфектов, особенно у учеников, то есть, по-своему, не очень, потому что они замучены, забитые, ну, работа загружена, и то, и стало интересно, то есть, многими стилями я поставил на их домашние компьютеры, ну, либо Windows в паре, либо просто минус, а нескольких стилей, власти без проблем перешли на минус, прям, вот сказать, не надо было, ведь ДК с нехолом, если вы на рынке переходите в цель. Причем, у них, по всей России, у нас, в 2014-го года, в каждой коре нет официальной дефицитии в России, где у вас не существует на законе. Городных сроков больше нет, соответственно, получается, дефактах те же поварки работают в операционном программе «Умница» в студии. Получается, брешь, эту брешь нужно запомнить Василий. Большая умница и молодец, что именно нашел для себя эту нишу. Если у меня будет время, когда я буду онлайн, будешь делать какие-то семинары, можешь меня пригласить в качестве почетного гостя, я постараюсь там поприсутствовать беспроблемно, потому что сам понимаешь, сайт делался и канал сделан не для России, не для Америки, а для всего мира, но для людей, говорящих на русском языке. Да. В общем, Алексей не только в мире, скажем так, в данном случае русскоязычным и не говорящим людям, короче, зависит от вас и вашего сайта, мне нужна ваша стакетка, хотя бы, во-первых, по факту проблема получилась, в которой я стал смотрим, можно с вами позвониться, выписать, что делать, то есть опыт уже благодаря вашему руководству, но он такой финальный. Так вот, Василий, смотри, этот ролик сейчас посмотрит очень много людей, а и ты, и я через ролик мы обращаемся ко всем пользователям, которые имеют опыт, первый вопрос, который нужно решить и помочь человеку, может быть, у кого-то имеется большой опыт в этом деле, в плане настройки старых принтеров и подгонки их подлинокс, это вопрос номер один, поэтому, значит, и я, и Василий мы обращаемся ко всем и просто просим, у кого есть необходимый опыт, прямо в комментариях под видеороликом напишите, что хотели бы там добровольно помочь вот в таком хорошем начинании. И вопрос номер два, кто смог бы CD там, только CD или DVD диски тоже учебные? CD и DVD диски значит сделать читабельными, запускабельными на Линоксе. То есть это смогло бы снять головную боль с Ваших там проблем и Вы могли бы уже Линукс представлять вшире. Третий вариант значит ну сами понимаете самые дешевые производители и страна номер один где производятся самые дешевые компьютеры Китай. Ну не ну а вообще признанно. То есть у них самые дешевые фабрики и производства и так далее. ну если кто найдется как говорится умелец среди отечественных и который сможет как говорится штамповать там эти ноутбуки в Англии называют лаптопами. Лап колени топ наверху на коленнике. Ну что лаптоп что ноутбук это практически одно и то же. кто сможет их делать по очень скажем скромным или уверенным ценам. У нас есть целая команда которая сможет предложить самые различные сборки практически под любой вкус. Но лучше конечно делать все это уже дело на 64-битных машинах. Самые простейшие конфигурации 4 гига оперативки там 200-300 гигов на жестком диске то есть это будет существенно уменьшать стоимость компьютера. Вот. И чтобы нормально там была там видеокарта. Все. У людей будут дешевые компьютеры много людей смогут их покупать смогут работать сразу на линуксе. Это тоже один из вариантов чуть ли там не школьный компьютер сделать линукс. Я просто делюсь идеями почему потому что понимаете как ну канал хорошо веб сайт хорошо а вот хорошо что люди могут присутствовать на ваших презентациях ну я всегда хотел сделать канал для русскоязычных людей чтобы каждый спокойненько мог посетить его посмотреть необходимую ему информацию там урок пообщаться с коллегами там на форуме вот и плюс канал всегда открыт для бизнес-идей что здесь плохого да ради бога вот ради такого человека как вы господи так все ресурсы пожалуйста делайте занимайтесь вы же извините меня не марихуану продаете вы же не водку там подпольную там делаете нормальное дело для людей образование приобщение людей я считаю что очень такое полезное занятие которое вообще должно привлекать под эгидой как говорится там сокращение всех налогов там и так далее поощряться государством почему бы и нет не само же государство вы посмотрите военные службы все сидят на линуксе да не есть а точно дальше фискальные службы все давно перешли на линукс там пишут там свои разработки там так далее да ради бога ну сидят да ради бога а мы как раз наша задача сделать линукс доступным для общих пользования для для всех людей для нормальных пользователей которые просто ходят нормально пользоваться интернетом чубы и нет да я тоже считаю что идея хорошая естественно говоря я и заболел в плане именно внедрения линукс образователь учреждения школы детские сабли и вот я явно этот списадик я перевел для школы на линук и детский садик ну как перевел перевел громкое слово это так я установил на большую часть компьютера операционную систему 17.2 учреждения рабочих осталось на молнии в сестре провел обучающие семинары записал инфляции вот показал им возможности и даю им консультационную техническую поддержку пасана люди русскоговорящие независимо от того в какой стране и где вы там живете на какое правительство работаете вот нужно помочь человеку первое значит чтобы под старое там принтеры там только принтеры или еще и сканеры вот ну а вы уж как говорится потрудитесь составьте их список чтобы люди могли там прошелестеть посмотреть чем и где конкретно они могут помочь потому что у каждого имеется какой-то опыт в какой-то области кто-то с чем-то сталкивался и может дать советы и второе значит пожалуйста значит имеется значит копии там учебных программ которые значит сидит диски запускаются только из-под винды значит как сделать их запускаемыми или исполняемыми через линукс вот и все одно что думаете ни одна живая душа не откликнется Василий давайте мы можем сделать интервью там снова там через пару месяцев и вы скажете о результатах там если что там поблагодарить если что-то там не хватает снова спросите никогда не стесняйтесь спросить если две вот эти задачи принтерами с камерами и учебными программами будут решены я тогда я тогда иду в любую школу рекламирую ну как рекламирую и линус писать и саму идею и все то есть все работает все хорошо и в этом плане много директора уже заявки есть приходите приезжайте давайте пожалуйста ставьте нам линус потому что нецензия нет и директоров уже это бьют по голове да как же никто не хочет против закона идти ну да законы в России такие ну да в любой момент можно как говорится придраться к фонарному столбу ну ладно самое главное дело вот в чем что вы один из немногих людей которые вот нашли практическое применение для внедрения линукса широкие массы аудитории вы поймите если на этом воспитается несколько поколений то людям особо уже нужны и не будет что-то там выбирать и так далее все будет знать что вот свободное бесплатное программное обеспечение бесплатная операционная система после того и ахи кто там станет смотреть на дорогущие там эти самые супер гупер там навороченные когда все есть все все работает все нормально работает так что я думаю посмотрим пока я говорю мне интересно для меня это и коммерческий и творческий известный проект я очень надеюсь что при вашей помощи и не только при вашей помощи из этого что-то стоит и будет возможно путь загадывает сложно посмотрим просто посмотрим ну по крайней мере призыв с экрана прозвучал я думаю что много людей его посмотрят послушают и каждый кто сможет в меру своих сил и способностей посодействовать пусть отпишется под видеороликом допустим я имею допустим практический опыт в настройке там принтера там марка такая это такого допустим года выпуска там у меня были проблемы вот я его настроил у меня там получается потому что вам это дело нужное а кто-то может быть просто сможет запускать любой там CD-диск я даже чувствую и проблем никогда не знал не уж то CD-дивиди диски под Linux не запускается без вайна я имею ввиду без вайна ну да нет в Китае что-то они читают все файлы видимо все нормально но программа учебная допустим там какая-то презентативная по биологическому по вайна так то есть в ежикар ты заходишь ткнулся в файл в ЕСЕ там какой-нибудь слэш и идет развернутая уже программа в смысле программа разворачивается либо устанавливается и запускается а в Windows он-то диктитает но как мне запустить эту программу я ее допустим открыть через вайн максимально вайн адаптирую он либо не открывает ну понятно значит ну я просто никогда с этим толком не сталкивался просто по опыту скажу что должны да и существуют специальные программы которые позволяют копировать полностью содержимое там CD или DVD диска и очевидно все-таки должны быть какие-то программы которые позволяют ну во-первых его копировать то есть записывать на другой CD там DVD диск но этого мало но который позволяет все это делать нормально и работать под Linux и здесь я думаю тоже есть какие-то специалисты что если кто-то там сталкивался с подобной проблемой пусть отпишется потому что дело-то делается елки-палки люди для детей для наших для детей это да вот ой Василий кстати в этом плане я мог бы выложить все пешком где я уже семинары провел где на волосной ленте отражалось что да какой-то какой-то провел то-то мероприятие такое-то такое ну чтобы было реально просто слова так ради Бога вы можете отдельным допустим текстовым файлом все это дело мне скинуть и я его под видеороликом значит выложу и люди по нему кликнут и сразу смогут прочитать во-первых смогут прочитать ваш скайп как с вами связаться ваше мыло электронный адрес электронная почта вот еще там другие варианты коммуникации с вами плюс вашу активность плюс значит там когда где там что-то вы проводили если надо может быть даже телефону там директоров там или школ там и так далее почему бы и нет скиньте мне по скайпу ради бога скайп вы мой знаете полезное начинание я считаю я посмотрю василий я желаю вам всяческих удач потому что ну скажем так всегда как говорится держите хвост пистолетом ну а все что было возможно сделать от меня я сделал то есть я сейчас через час-два постараюсь этот ролик выложить на трубу пусть люди его посмотрят и всем миром значит давайте на эту проблему навалимся потому что ну в конце концов ну елки-палки люди для детей делается